В лучшем промоушне смешанных единоборств UFC полно бойцов, с которыми вы навряд ли когда-либо в жизни захотели бы выйти в октогон и сразиться в бою. Однако есть бойцы, которые отличаются особо жестким и неприятным стилем ведения боя, и с которыми даже другие бойцы UFC неохотно выходят драться. Это могут быть абсолютно разные по стилю бойцы. Например, кто-то почти в каждом бою отправляется соперником в нокаут, а кто-то очень напористый и не дает сопернику передохнуть, забивая его локтями на земле. Сегодня мы рассмотрим 10 бойцов UFC, отличающихся особо жестким стилем ведения боя. Десятое место. Хабиб Нурмагомедов. Хоть и россиянин Хабиб редко заканчивает бои досрочно, однако будучи отличным борцом, он известен своим особо напористым стилем ведения боя. Этот боец не дает передохнуть сопернику и прет на него как танк. В результате соперники Хабиба иногда даже не могут встать на ноги целый раунд, пока Хабиб их забивает руками и локтями в портере. Девятое место. Братья Диазы. У братьев Нейта и Ника Диаза очень похожая манера боя, поэтому их смело можно поставить на одном место в топе. Помимо отличного бокса и работы в портере, Диазы известны своим хамским поведением по отношению к соперникам во время поединка. Показывать средние пальцы и материть соперников во время боя это для них обычное дело. Вы будете удивлены, но это загоняет многих противников в ступор и они теряют всякую концентрацию во время боя. Восьмое место. Жозе Альда. Как у бойца Муэй Тай, у Жозе феноменальные лоу-кики, удары по ногам соперника. Это одно из его главных оружий, которые очень опасаются соперники Альда. Помимо этого он также имеет отличную ударную технику в целом. Седьмое место. Энтони Пэттис. У Энтони черный пояс по тейквондо, а это значит он превосходно бьет ногами. У Энтони возможна самая лучшая ударная техника ногами во всем UFC. Соперники не знают, что от него ожидать в следующий момент. Он может ему пробить печень с ноги, может хорошенько зарядить суперточный хай-кик, а может просто отпрыгнуть от сетки октагона и в воздухе ударить противнику с ноги в голову. Шестое место. Карлос Кондит. Когда Карлос чувствует запах крови, он становится как хищник, который гонится за добычей. Соперники Карлоса могут быть уверены в одном. Этот боец с каждым раундом становится все агрессивнее и напористее. Шквал ударов не прекратится, пока Карлос не добьет соперника. Ах да, прибавьте ко всему этому еще и устрашающую ударную технику Карлоса. Пятое место. Кейн Веласкес. Будучи борцом мирового класса, у Кейна очень хорошая физическая подготовка. Такое ощущение, что он вовсе не устает по ходу боя, в отличие от его соперников. Если Кейн опрокинул соперника, то встать ему уже будет очень нелегко, и шквал ударов обрушится на беднягу, как дождь в осенний вечер. Четвертое место. Андерсон Сильва. Андерсон много лет считался лучшим бойцом, вне зависимости от весовой категории, и это неспроста. Если вы видели бои Андерсона, вам может показаться, что этот человек предугадывает действия соперников. Также у Андерсона невероятное чувство дистанции, очень точные и разнообразные удары. В лучшие годы Андерсона практически не было людей, которые охотно бились с ним в стойке. А те, кто пробовали это делать, в основном заканчивали бои нокаутированными. Третье место. Даниэль Куарме. Сила Даниэля заключается в уровне его борьбы. Он был олимпийским призером по вольной борьбе в свое время. Если простые борцы, особо не выделявшиеся в борцовской карьере, могут запросто доминировать над соперником с помощью борьбы на протяжении всего боя, то представьте, что может сделать Даниэль внутри октагона. Швырять как мешков самых тяжелых парней в UFC для Даниэля не проблема. Не зря он чемпион в полутяжелом весе на данный момент. Второе место. Коннор Макгрегор. Коннор на данный момент самый обсуждаемый боец во всем UFC, и это неспроста. Коннор начинает сражение с соперником задолго до самого боя. Психологическая атака может очень сильно подавить соперника или не на шутку разозлить его. В итоге он выходит на бой слишком агрессивным или слишком зажатым. Коннор просто мастер трепать языком перед боем. Однако во время боя он доказывает всему миру, что он не просто болтун, но и один из величайших бойцов нашего времени. Из восьми последних боев, семь из них он закончил нокаутом. Просто невероятно. Первое место. Джон Джонс. Джон последний боец, с которым вы бы хотели схлестнуться в бою. Он, вне сомнения, самый совершенный боец на данный момент. Его борцовская техника настолько же феноменальная, насколько его ударная техника. У Джона серия из 12 побед в UFC. И все эти победы над лучшими бойцами в его весовой категории. Самое эффективное оружие Джонса – его острые локти, которыми он буквально рассекает лица соперникам. У Джонса нету слабых мест, которые могут использовать его соперники. Однозначно, Джонс – самый жесткий боец в UFC. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ждите новых видео.